В этом году Краснодарский край отметит 75-летие освобождения от гнета немецко-фашистских захватчиков. В рамках этой даты Совет молодых депутатов и руководство Народного краеведческого музея имени Трущенко выступили с инициативой о проведении литературного конкурса «Анапа в военной шинели». В нем примут участие школьники и студенты города. Организаторы предлагают молодежи написать рассказ о членах своей семьи, участниках сражений на полях и в тылу врага, детях войны и ветеранов труда. Одним словом обо всех, кто ковал победу. Главная задача через этот конкурс привлечь максимальное количество наших молодых людей, учащихся, работающих, к изучению нашей истории. И прежде всего, как сказала Светлана Ивановна, начать это через изучение собственной семьи. По поручению главы «Анапы» Юрия Полякова было принято решение оформить перечень приоритетных топонимов Героев России, Кубани и Анапы для наименования микрорайонов, улиц, скверов, бульваров, аллей и проспектов нашего курорта. Мы должны составить реестр, по которому архитектура в дальнейшем сможет работать, точнее, топимическая комиссия, в которой у нас будут герои, герои Анапы, которые будут разделены у нас для города, для сельских округов. Вот здесь, я думаю, что это тот большой объем, который нужно будет сделать, и здесь нам должна помочь молодежь полностью. И наши отделы краеведения, которые где-то на хуторах находятся, то есть здесь должна подключиться вся наша общественность. Надо подключить обязательно здесь уже архив УВД, и казачество надо подключать. Надо обязательно подключать нашу бывшую моршколу, сейчас институт береговой охраны. Принять участие в формировании реестра наименований улиц именами героев приглашаются все желающие. Предложения будут рассмотрены на межведомственной топонимической комиссии при городской администрации. Заявки на участие в конкурсе Анапа военной шинели и предложения о переименовании улиц принимаются на почту, указанную на экране. Руслан Душевский, Анапа. Регион.